Мои дорогие, привет! Добрый вечер! Добрый вечер и вкусный ужин! Боже мой! Наконец, этот день подходит к концу. В общем, я зашла в магазин, в супермаркет и купила себе просто для того, чтобы устроить праздник живота, как будто бы на дне рождения. Я купила себе три салата. Рыбка, это мойва. Представляете, такая вот мойвочка такая золотая, такая малышка. Это салат, я забыла, как называется. Вот этот называется Вдохновение. Если вот так вот разобраться, то это очень вкусно. Я знаю все их наизусть. Это оливьешечка с языком. В общем, на тарелке три салата. И еще у меня не влез, знаете, такой торт печеночный. Торт печеночный. Все покупала. А, сейчас я скажу. Салат Зазноба. Зазноба называется. Зазноба здесь мясо, орехи. Так, вот эта вот подложка у меня от рыбы. Вот эта подложка у меня. Салат Оливье с языком. 399 оливье стоит. С языком. Но вот эта вот маленькая кучка на 68 рублей. И еще салат. А, восхищение. А как я сказала, вдохновение. Восхищение. Вот здесь вот морковь, мясо, огурцы, сладкий перец. Он очень вкусный. Вот этот салат самый дорогой. 68 рублей за 100 грамм. В общем, пить я буду вино, которое открыла вчера Шатота Май. Не самое мое любимое, но и не самое плохое. Господи, я так хочу кушать. Я прям так хочу есть. Я прям чувствую, что меня не проймет. И что я вот печеночный торт кинусь на него потом. А, на десерт у меня, на десерт у меня, секундочку, купила вот такую вот трубочку. Пламбир трубочка. Русский слиток какой-то. Вот такая вот. Это обыкновенная трубочка со сгущенкой. Она с белой, что ли? Русский слиток. Ну, ладно, короче, не знаю. Почему-то я думала, что она будет с вареной сгущенкой. Короче, не знаю, до нее, чувствую, не дойдет. Давайте выпьем за прекрасный ужин. Приятного нам аппетита. Приятного аппетита, мои хорошие. Приятного аппетита. Иночка, чтобы все вкусно было. А-а-а-а! Пока бегала. Секунду. Вот что же у меня есть. Я же в Мегамарке была. Я же была в центре города. Купила лепешку. Это, знаете, какая фирма? Хлеб и тандыр. Это сеть этих пекарен. Лепешку узбекскую. Я думала, что я так-так-так-так-так-так. Все перечислила. Думала, что я, блин, не купила же лепешечку. Блин, продавали бы у нас вот такие лепешки роскошные возле дома. Но раньше я их покупала часто, потому что я работала рядом с Мегамарком. Так вот, положу ее сюда. Пускай она будет в кадре. Хлеб никогда в кадре не помешает. А кто, знаете, а кто понимает вкус хлеба, вот я понимаю. Блин, Господи, какая же она вкусная. Я сто процентов знаю. А там они еще начали выпекать лепешки. Вот точно такие же, только с сыром. При мне не было. Расхватали. Вот это вот я взяла горячую. Горяченькая, горяченькая. Все, давайте еще раз. За прекрасный ужин. За прекрасный вечер. Так, давай еще раз, блядь, наверни все. Что возьмем первое? Давайте Оливье. Оливье, он в Африке. Оливье. Огурчики. Посмотрите. Невероятно вкусно. Знаете, как оно на дне рождения. Скажу, сколько я потратила. Салат Оливье 68, салат Восхищение 86, салат Зазноба 75, вот этот Зазноба. Моего жареная, вот эти вот рыбки на 28 рублей 75 копеек. 10 рыбок ровно на 28,79, торт печеночный на 85, вот этот вот кусочек прекрасный. Лепешка узбек. Лепешка узбекская, 44,92. Кстати, я еще сегодня купила шампанское. Купила Лев Голицын шампанское, купила мороженое. Вкуснейшая в Магните по акции 49%. Я ничего сегодня не ела. А время? 10 седьмого. Я вообще, знаете, что? Йогурт. Ну, это не считается. Йогурт. А, нет, два йогурта. Яблоко. Колбасы. Вот что-то. Это не считается. Колбасы без левого. Хлеба не было. Я даже не считаю, что это я поела. Ну, колбаса, что? Колбасой суть не будешь. Вот. Разносолы нужны. Вау. Сегодня прекрасный день. Какой прекрасный день. Захотела же еще, знаете, что? В Киевсе, блядь, зайти хотела. Народа пиздец. Может, завтра зайду. Меньше, чем через неделю мы улетаем. Сегодня семнадцатая. Сегодняшний день уже не считаю. Восемнадцатая. Девятнадцатая. Двадцатая. Двадцать первая. Двадцать вторая. Пять дней. Двадцать третьего я уже увижу море. Пять дней осталось. Нормальный человек сел бы, блядь, на диету. Но я ненормальный человек. Я поем. Думаю, сейчас мне нужно привыкать к Турции. Возможно, завтра устрою себе турецкий завтрак. Ммм. На работе с утра. Понимаете, что работа мешает жить Счастливо. Но опять без работы тоже никуда. Освободилось место. Сейчас положим печеночный торт. И просто, знаете, от первая от тех делов, от тех женщин, которые пишут комментарии, взяла бы сама да приготовила. Ну как бы я это приготовила? Ну как? Как бы я сделала такой потрясающий салат? Как бы я зазнобушку сделала? Как бы я такой мою вынажарила? И самое-то, что смешное, как бы я сделала вот такой вот печеночный торт? Да никак, блядь. Никак. Я бы хату спалила. Знаете, очень у многих у вас любимое видео, которое есть на моем канале и суп, и слезы, и любовь. Как оно это, как я готовила суп. Вот примерно вот так вот я все и готовлю. Я нахуячусь, блядь, вперед. Вперед, чем это, чем готовить. Короче, кто это видео не смотрел, я вам оставлю ссылку в описании. Видео называется «И суп, и слезы, и любовь». Короче, когда я сама себя приготовила, не суп, а сама себе. У многих это вообще является любимым видео на моем канале. Я не смотрела. Мне стыдно. Мне реально, мне стыдно. Так. Боже, 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 боже. Так, Иночка, пожалуйста, не урни. Вот. Вот такой вот торт. Вот такой вот торт печеночный. Он очень вкусный. Очень-очень. А есть же хозяюшки, которые умеют его делать. Блядь, какой вкусный. Такой вкусный. Какой сытный. Так, знала, что все невкусно поям. Сама бы, конечно, такого не приготовила. Сама я готовлю вот так вот, как это. Как видео. И суп, и слезы, и любовь. Чернослив. Мясо, говядина, огурец, орехи. Очень вкусно стало. Я искала по ингредиентам, чтобы они были везде разные. Я считаю, что пожрать. Это самое вкусное. Гастрономический оргазм гораздо больше влияет на счастье, чем он такой оргазм. Пожрать это непередаваемо круто. Это просто, сука, это... Нахуй нужен этот секс, когда можно пожрать. Нахуй нужен. Секс это для бедных. Не больше развлечений, потому что нет. Пожрать, блядь, это вообще пиздец. У меня волосы заколоты. На крабик, которым орхидею... Которым орхидею держали. Не могла найти, блядь, никакой невидимки. Нашла тот крабик, который стрелку орхидеи держал. Ну, думаю, ладно, приколю на него. Что-то супы у меня не цветут. Блядь, знали бы вы, как это вкусно. Да вы прям, блядь, как вкусно. Очень. И вино. И домино. Все супер. И лепешечка моя любимая. Какая вкусная. Какая ароматная. Посидеть, пожрать нормально. Ладом. Да, блядь, жить. Столько стрессов. Каждый день, блядь, что-нибудь, да. Случался. Случался кто-то такое хорошее? Угу. Спасибо, мой задержание на какой-нибудь праздник, чтобы жратвы было много. Всяких салатов. Угу. В салатничках. Знаете, как готовить дорого? Дорого, пиздец. Порой кажется, пойдешь в магазин, купишь, грязь на кухне. Развозить не будешь? Поешь, и все. Прекрасно. Готовили профессионалы. Все же классно придумали, что в торговых сетях есть готовая продукция. Очень-то идеально просто. Я просто не представляю. А нахуй мне готовить. Ну, вот так разобраться. Мне готовить дороже выходит, чем купить готовая. Угу. Кобертное сухое, красное, 2019 год. Сейчас тут омай. Пьем. Давайте съедим рыбку. Какая муевочка. Му-м-м. Блядь. Блин. Она прям как семечко. Блядь. Мой бабла по желтому ценнику. 44 с чем-то. Пиздец, блядь. 44,90 это желтый ценник. А так она сколько стоит? Что, вообще охуели что ли? Я даже не представляю, сколько стоит моего. Но я ее люблю. Я ее куплю. Если бы я ее увидела, я купила бы, допустим, даже не по желтому ценнику. Просто у меня в голову закралось. А сколько она стоит так? Это же, блядь, моего. Это же, блядь, кошачья рыба. Мне кажется, кошки и то, блядь, рыбу приличнее едят. Мм. Там была еще, знаете, какая рыба. Рыбок такие, знаете, такого плана, как Сибас, Дорадо пожаренных у нас нет. Есть только эти сырые. Но это для меня не вариант. А я испорчу. Ментай был. Жареный сель. Какая-то рыба из трех был. Ну, нифиг. Типа Сиб. Нет, мне, может, не Сиб. Ну, какая-то. Рядом с ментаем лежала. На ментай похожа. Три буквы. САП. Ну, короче, не знаю. Ментай не хочу. А мой его увидел. Она такая лежит на лоточке. Ее так много. Посмотрите. Прекрасно. Прям как праздник какой-то. Прям реально вкусно. Закрыть бы, может, рот. Не жрать ничего. До юга. До тупцы. Угу. Сейчас, блядь. Такой легонький салат. Морковь. Перчик. Огурчик. И мясо. Видите, какое низкоковорение. Не майонезом заправлен. А я думаю, что каким-то маслечком. Угу. Там, короче, когда она в торговом центре, там на ценник на каждый салат и мелканьким написаны ингредиенты. Мелканьким-мелканьким. Она колонилась, смотрю. Там еще тут же печать сверху. Типа утверждено. Специально так делают. У меня хорошее зрение. Специально так делают, чтобы нихуя не увидел никто. Угу. Чтобы не украли у них идею. Ну, правда, на самом деле охуительный салат. Он красивый, яркий. Вкусный, правда. Угу. Хозяйки, берите на заметку. Помидор. Какой помидор. Перец. Тонко перец. Огурец. Морковь и говядина. Охуительный. Он 169 рублей. За 100 грамм. Угу. Самый дорогой, блядь. Я бы не сказала, что самый вкусный, но неплохой. Угу. Поллепешки, блядь, сожрала. Не пиздец, блядь. Когда худыми будем? Да никогда, блядь. Не были худыми, нехер начинать. Нужно подкрепиться. Угу. Охуительная. На улицах скользко. Такой прям каток. Тает и тут же замерзает. Травма переполненная. Сука, положила горкой, все свалилось. Очень вкусно. Понимаете? Поесть от души. Нет, для души. Вы думаете, я обожралась? Нет. Все в меру. Все в меру. Нисколько. А вы думаете, я жалею о том, что съела? Нихуя. Съела бы я еще столько же? Нет. Но через час то же самое. Такую же поляну бы. Угу. Сама себе накрыла стол. Есть и перчик, и рассол. Сегодня 17 марта. Я улетаю 23-го. Сейчас занимаюсь вопросами декларации. До 1-го апреля. До 1-го апреля или до куда? Где, блядь, телефон нахуй? До 1-го апреля нужно сдать декларацию налоговую. Вроде бы так. А заплатить до 15-го июля. Было, что до 1-го июля, вроде бы в том году. А в этом году до 15-го. Не так это. Наталья Геннадьевна сказала. Мой налоговый консультант. До какого числа нужно подать декларацию о доходах? 30-го апреля года. Согласно источнику БРОКАЭС, те, кто обязан подавать декларацию, должен это сделать до 30-го апреля года, следующего за истекшим отчетным периодом. Если 30-го апреля приходит... 30-е апреля, последний день сдачи налоговой декларации. Я в марте все сделала. Вчера заполнила. Сегодня все уточные. По телефону, по WhatsApp, все отправила. Будет для меня делать декларацию. Отчитываться будем в налоговой инспекции. Тем более, я сейчас индивидуальный предприниматель с этого года. Подождите, секундочку, что-то мигает видео. Изменила освещение немножко. Лучше стало или нет? Я видела, что прям телефон это... Как его зовут? Трюсся. А с этого года я индивидуальный предприниматель. ИП, судакова. ИП, рога и копыта. Какая я сытенькая. Какая я вообще... Прекрасная. Блядь. Хорошо съедим. Давай, блядь, ёбнись, нож. Смотрите, какой тортик. Да надо же такие шедевры. Вот я какой... Вот у меня такой торт никогда в жизни не получится. Так вот и нехер начинать. Когда есть специалисты своего дела. Ну зачем? Зачем маяц, когда можно пойти купить? А я уверена, что это нисколько не дороже. Угу. Потому что пойди купите все продукты. А приготовь. Сколько посуды перепачкаешь. Гораздо выгоднее для всех, если это всё покупное. И сейчас в женщинах ценится уже другое. Раньше было умение хорошо вести дом. Вкусно готовить. А сейчас ценится умение делать минетки. Девочки, поступайте на правильные курсы. И будет вам счастье. Блядь, прям чувствую, обожралась уже. Ну и что, поела бы. Чувствую себя, прям как на дне рождения. Да. Смотрите. Какой, да? Какая полянка. Майонезик. Это майонезик или что? Майонез, наверное. Такой бачок такой, да? Этот бачок укропный. Так вот, раз. Смотрите. Поверьте на слово, это очень вкусно. Охуительно просто. Пожрать, да, пожрать. Хлебушек. Сука, она жарилась, пиздец. Прямо до этого. До посинения. Ну да, есть надо. Не пропадать же добру. Такой прекрасный кусочек. Да эти морковка тут. Видите, как кокетливо. Ох. Угу. Угу. Чуть-чуть бы поменьше. Ну не бросать же, а? Вот это вот нас губит. Что нам жалко выбросить. Мне надо дожрать все до последнего. Например. У меня дома есть что-нибудь вкусное. Приготовленное. Так вот даже, например, сготовиться я поем. Стоит на плите, допустим. Когда тепленькое. Через часик еще подойду к плите. Еще поем. Ну, порцию чуть поменьше, но поем. Уже лежа. Уже лежа на диване. Потом, короче, перед сном я еще открою холодильник. Уже остынет, уже уберу в холодильник. Открою холодильник, еще достану, еще поем. Хотя, в принципе, если бы не было дома еды, я бы не ела. Еда губит человека. Когда есть что-нибудь вкусное, у меня, блядь, рот не закрывается. Пиздец. Как семечки. Хлебушка. Хлеб охуечене. Хлеб. Кроматный. Очень вкусное. Семечки причем. хлеб больше жрать не буду сохраню до завтра а вот винишко выпью, пожалуй винишко выпью, да-да-да да, блядь, закрывайся и здесь какой расход, да, вот на 100 килограмм моего веса живого расход 3 бокала вечером это и не много и не мало ну, это факт за нас, мои дорогие, за нас прямо от души поела, понимаете вот бывает, когда невкусно я вам говорю, что, блядь, невкусно например, когда ёбаные блинчики бывает прямо хуитель все такое разнообразное такое разнообразное, как я люблю причесалась, да? заколочку-то, блядь, нашла эту от орхидейки, говорю же я покажу блядь вот видите крабик, который орхидею держит ну, блядь, на него и заколола нету, блядь, все куда-то одевалось блядь пожирать это вообще ко мне все последнее прекрасно прекрасный ужин прекрасный, вкуснейший ужин как здорово, что вы со мной его провели а ссылку на видео где я готовлю суп для многих оно любимое и суп, и слезы, и любовь я оставлю в описании к видео вот вкусняшечка